Всем привет! Это Хедлайнер, обзор самых интересных и актуальных событий. Коротко о главном. Мировое фэшн-сообщество объявило старт неделям высокой моды. Тихое искусство творческого тандема Габо. Собака друг человека. Впрочем, не только друг. Мировое фэшн-сообщество объявило старт неделям высокой моды. Четыре фэшн-столицы представят коллекции и зададут тон на сезон осень-зима 2017. Известные кутюрье уже показали свои работы в Париже. Казахстанский стилист Алексей Джен прокомментировал это событие. Многие привыкли думать, что именно дизайнеры прогнозируют и выдают готовые тренды в мир. На самом деле это наука, которой занимается целая армия специалистов. А великие мастера черпают вдохновение из глубин своих гениальных мыслей и стараются быть подальше от коммерции. Мы ориентируемся на мировых дизайнеров и компании, которые задают тоже тренды. Сами, кстати, дизайнеры не сдают тренды. Сдают определенные компании коммерческие, которые маркетингом занимаются. Естественность правит подиумом уже около двух лет и пока остается на своем пике. И если говорить о цветовых решениях в новом сезоне, то предпочтительнее ориентироваться на натуральность. Похоже, ньют стал фаворитом не только в макияже. Мотив осень-зима 2016-2017 года, да, это будет, конечно, если о цвете говорить, это золото. Золото будет преобладать зеленый, синий. Ну, естественно, базовый цвет – это черный. Если вы любите хард-рок, да, и носите кожаные изделия, почему бы нет? Ну, с элементами тенденции того цвета, который в этом году происходит. Прежде всего, надо смотреть коллекции кутер. Вот сейчас идет неделя высокой моды в Париже, где выставляются, задают тренд люкса, и от этого потом начинают все вот эти нюансы брать бренды. Технологичность 21 века, безусловно, затрагивает и модную сферу. Будущий тренд включает принты, имитирующие эффект светящихся неоновых трубок, нитей, полос, зигзагов, фотопринтов, эффект светописи, движения энергии цветов, перемежающихся и переходящих друг в друга, калейдоскопические узоры. Ткани, сейчас они стали более, скажем, технологичные и более выносливые. Бывают технологические ткани, которые связаны с нанотехнологиями, они иногда бывают даже дороже, чем шелк натуральный или шерсть. В феврале все самые известные фэшн-персоны соберутся в Нью-Йорке. После все действо продолжится в Лондоне, а затем в Милане. Что касается казахстанской недели моды, то ее открытие состоится в апреле. Нелли Ергалиева, Илья Иванько, хедлайнер. Творческий тандем Габо – это тесное переплетение разных техник современного искусства. Сестры Кусаиновы своими работами заставляют людей почувствовать радость и поток любви. Яркие цвета, игра пространства и силуэтов, смелость, легкость и свобода – все это можно увидеть на вернисаже «Цветочная рапсодия», которая открыла новый сезон в одной из галерей Алматы. Акрил, черная ручка, маркер, акварель, печатная графика – для сестер Кусаиновых это главные инструменты. В данном случае не важно, чем ты творишь, важно как. Галия и Балхия работают в разных техниках, но они мастерски совмещают видение каждой и в результате создают нечто уникальное. Художник я, но идеи у нас совместные. Если сестра что-то придумывает, я всегда воплощаю ее мысли на холсте. Когда мы не сходимся в едином мнении, то мы просто творим по отдельности. Я очень люблю керамику, а она добавляет цвет, создает колорит. На сегодняшний день в арсенале Габо 17 персональных выставок, организованных в Казахстане и за рубежом. За плечами сестер Кусаиновых международные фестивали Ассоциации глухих художников в Италии, Венгрии, Японии, Южной Корее и России. Их работы украшают не только экспозиции национальных музеев. Искусство Габо ежегодно пополняет частные коллекции в Казахстане, США, России, Франции, Ватикане, Германии и многих других странах. Мы не можем выразить все свои накопленные чувства и эмоции словами, поэтому мы все передаем посредством своих работ. Мы много путешествуем по миру. Это, наверное, основной источник нашего вдохновения. Кстати, Галия часто позирует сестре как натурщица. Их жизнерадостное искусство передается не только визуально. От картин будто веет ароматом цветов или фруктов, изображенных на холстах. Работы девочек, они вот такие весенние, солнечные, яркие, наверное, отвечающие настроению. Вот тоже надоела зима, уже ждем солнца. Если человек хочет отдохнуть от тяга, от бытия, он должен обязательно сходить на выставку Габо. Это легко, изящно, остроумно, весело, оптимистично и очень красиво. На вернисаже «Цветочная рапсодия» сестры Кусаиновой представили работы последних лет. Они мастерски работают с формами, силуэтами, цветом и фактурой, придумывая новые образы в привычных сюжетах. Мне особенно понравилась картина, которая сзади меня находится, по секрету. На зеленом полотне, маркером сестры нарисовали двух девушек. Мне кажется, в ней они даже как-то отразили себя. И она проникнута именно духом сестринским. Мне очень нравится, что все картины наполнены цветом и счастьем. И эти художники, я верю, дарят позитив посредством своего творчества. Это особенно важно в нынешнее нелегкое время. Нелли Ергалиева, Тимур Бошаев, Хедлайнер. Всем нам известна расхожая фраза «Собака – друг человека». Впрочем, не только друг. Люди на протяжении многих веков используют их для охоты, охраны, имущества и даже в качестве сыщиков. А все потому, что сверхсовременные приборы и громоздкие детекторы никогда не смогут заменить способности этих животных. Собаки-полицейские. С одной стороны, это уже не новость, но в то же время весьма оригинально. Подробнее в нашем сюжете. Обнаружить и поймать нарушителя, обыскать автомобиль и найти в нем контрабанду, порой даже оружие. Возможно ли это сделать без помощи собак? Очень сложно, ведь у этих животных обоняние чувствительнее в 200 раз, чем у человека. В отряде военно-полиции Акмолинского оригинального гарнизона имеется 9 служебных собак. Из них 5 служебных собак немецкой породы, 2 лабрадора и 2 бельгийской овчарки. Для несения службы сотрудники военной полиции тренируют собак в специализированном дрессировочном городке. Нам стало известно, что для распознания, к примеру, взрывчатых и наркотических веществ животных приучают к специальным имитирующим запахоносителям. Впрочем, это касается не только опасных продуктов. По словам местных кинологов, особое внимание уделяется рациону питания животных. И не случайно, ведь для качественной службы нужно создавать хорошие условия. Как оказалось, щенков отбирают с 4-х месячного возраста. На их обучение уходит год. Ну а что касается пенсии, то на заслуженный отдых собаки выходят через 8 лет. Женея Шеребжанова, хедлайнер. Молодежь Алматы в очередной раз смогла посмотреть киноленту «Звездные войны. Пробуждение силы на казахском языке». Причем совершенно бесплатно. Очередной показ известной картины состоялся на днях в Алматы. Новый эпизод легендарной саги о «Звездных войнах» переведен на казахский язык и вышел под названием «Звездные войны». Премьера состоялась в декабре, а на этот раз организаторы решили привлечь внимание активной молодежи Алматы. Сегодняшний специальный показ, бесплатный показ для студентов не может не мотивировать тех же самых студентов изучать все глубже или изучать по-новой свой родной язык. Проект по реализации дубляжа всемирно известных американских фильмов стартовал в 2011 году. «Звездные войны» – это уже 13-я по счету голливудская кинолента, переведенная на казахский язык. В Казахстане в настоящее время пока еще наблюдается дефицит студий, специализирующихся на дублировании зарубежных фильмов. Более того, не хватает профессиональных актеров, поэтому массовый перевод на казахский язык всех лент, выходящих в прокат, пока не представляется возможным. Но задача не из категории труднодостижимых, ведь сегодня уже можно утверждать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Актеры, которые исполняют главную роль фильмов, они сами утверждают голос актеров дубляжа. Поэтому вначале было очень сложно, к примеру, найти голос, который подходил бы. Но, тем не менее, мы нашли. Картина «Жулдос» да «Соха Стар Куштен Оьянуэ» привлекла внимание всех зрителей в зале и, конечно же, не оставила ни одного равнодушным. Будем надеяться, что в ближайшей перспективе знаменитые голливудские блокбастеры можно будет чаще смотреть в кинотеатрах страны и на государственном языке. Нелли Ерголиева, Илья Иванько, хедлайнер. Известно ли вам, что бразильских фанаток знаменитого футболиста Неймара называют «неморзетками»? Оригинально, не правда ли? Кстати, со следующего сезона зарплата нападающего Барселоны увеличится до 17 миллионов евро. Что ж, солидный гонорар. Но согласитесь, спортсмен того стоит. Собственно, как и те, о ком пойдет речь в нашем следующем материале. Геннадий Головкин приехал на родину. В Астане обладатель чемпионских поясов четырех боксерских ассоциаций успел не только ответить на вопросы журналистов, но и порадовать юных хоккеистов. Трипл-Джи нанес визит в хоккейный комплекс «Борыс», где презентовал золотую перчатку. А ученики спортшколы получили персональные подарки от великого соотечественника. Во время этой встречи выяснилось, что его сын тоже занимается хоккеем. Похоже, растет еще одна спортивная звезда. А вот более взрослые воспитанники той же школы, астанинские снежные барсы, увы, прервали свою восьмиматчевую победную серию. Ребята не смогли одолеть мамонтов-югры, которых сразили пару дней назад в рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги. После матча тренер барсов Галым Мамбиталиев высказал свое мнение. Нашим хоккеистам не хватило еще одной забитой шайбы. Встреча в Ханты-Мансийске завершилась осчетом 3-2 в пользу хозяев. 2 февраля в Магнитогорске снежные барсы сыграют с остальными лисами. Президент Лейкерс Дженни Басс объявила, что на арене клуба будет установлена бронзовая статуя выдающегося американского баскетболиста Шакила О'Нила. Сам гигант узнал об этом в эфире телевизионного шоу Джимми Киммела и едва не прослезился. Знаменитая модель Синди Кроуфорд уже поздравила спортсмена в своем инстаграме. Напомним, одна статуя Шака уже существует. Она установлена возле университета штата Луизиана, где учился сам великан. Легендарный баскетболист провел в НБА 20 сезонов, 4 раза становился чемпионом. В составе сборной США он побеждал на чемпионате мира в 1994 году и на Олимпийских играх в 1996. Женя Шеребжанова, хедлайнер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова